И как бы ни была, она пуста. Живи, ищи еще креста. Не создана познанием любви. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире очередная передача «Точка опоры». Божие благословения да пребудет со всеми вами. Сегодня я отвечаю на вопрос Вадима из Нижнего Новгорода. Скажите, отец Григорий, человек рожден для страдания или для счастья? Дорогой Вадим, я глубоко убежден в том, что человек рожден для счастья. Вы можете сказать, ну как же, ведь страдания имеют огромное значение в духовной жизни человека. Без него сложно приблизиться к Богу. Я соглашусь с вами. Не зря говорит поговорка русская народная. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Значит, когда гремит гром, иногда мужик крестится, приближается к Богу, вспоминает о Боге. Это невозможно отрицать. Под бомбежкой многие люди говорят «Господи, помилуй». Когда человек заболевает тяжелым заболеванием, он тоже нередко вспоминает о Боге. Он также вспоминает о Боге перед смертью нередко. Не все, конечно, люди, но очень многие. Да, действительно, можно сказать, что страдания, стрессы, испытания, переживания нередко приближают нас к Богу. Хотя бывает и наоборот. Когда человек говорит «Почему это со мной? Я этого не заслужил?» И наоборот удаляется от Бога. И все-таки я считаю, что человек рожден для счастья, для радости, для любви. И если приходить к Богу от благодати Святаго Духа, от любви и от радости, тогда зло не приблизится к человеку. Можно научиться удерживать зло на расстоянии. Не ждать, пока гром грянет. Да, когда гром грянет, мужик перекрестится. Но если перекрестится до того, как он грянет, так, может быть, и гром не грянет. Я убежден, что с Божьей помощью можно научиться отводить зло от себя и своих близких, и других людей. И по молитвам многих святых угодников и подвижников, зло отступало от людей. Нашественные племенника восстанавливались. Темные лукавые силы отступали. То есть, дорога к Богу может быть и через любовь. Не обязательно через страдания. Вы можете сказать, но и те люди, которые любят Бога, они же тоже страдают. Те люди, которые любят Бога, знают Его слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите ко мне, и я успокою вас. И возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо и бремя мое легко есть. И дам я вам духа утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас». Для людей духовных, православных христиан, все испытания и трудности – это всего лишь предвестники получения благодати Божьей, встречи с Богом. Большие трудности дают большую благодать. И мы радуемся той благодати, которая придет за трудностями. Мы их почитаем за ничто. Как если бы сильный весенний снегопад и вьюга напомнили бы нам о близкой весне и весеннем разливе рек. Если испытание и трудности становятся для нас главным источником Божьей благодати – преодоление этих трудностей, то мы их начинаем любить. Любовь превращает страдания в благодать. А без любви, без благодати страдания становятся тяжелым испытанием для человека. Иногда невыносимым, но невозможное для человека, возможно для Бога. Я могу вам сказать, как врач, что в организме человека, в его центральной нервной системе, в желудочно-кишечном тракте, во многих внутренних органах, есть особые клетки, которые вырабатывают гормоны радости жизни. И также есть клетки нервные, которые вырабатывают гормоны стресса. Гормонов радости жизни на сегодня известно более полутора тысяч, а гормонов стресса – порядка пяти основных. То есть горе у всех одно, а радость у всех разная. И вот удельный вес соотношения нервных клеток, которые вырабатывают гормоны радости, в семь раз больше, чем нервных клеток, вырабатывающих гормоны стресса. Физиологический человек создан таким образом, что радость и горе в нем заложены, их восприятие в соотношении семь к одному. Семь дней – постоянная радость, потому что так создан. И только на восьмой – короткое огорчение, которое обещает еще большую новую радость. Вот если бы мы жили по заповедям Божьим, если бы мы не сходили с дороги Божьих заповедей, в топкие болота грехов, заколдованные леса искушений, темные пещеры человеческих страстей, то мы бы находились в постоянной радости, данной нам Богом. И радости нашей никто бы не смог отнять от нас, кроме нас самих. Отнять радость у себя может только сам человек, сойдя с дороги Божьих заповедей. Сошел с дороги Божьих заповедей, и вся благодать ушла. И срабатывает аварийный датчик, голос Бога в человеке, его крик – совесть. И человек, услышав этот крик в своей душе, способен вернуться на дорогу Божьих заповедей. Его призывает Господь, сказавший, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А может не вернуться. Продвигаясь дальше, в заколдованные чаще греха, манящие болотные огни, в глубины и недра адской бездны, и по мере ухода с благодатной дороги Божьих заповедей, хаос царствия подземного, адский мир наваливается на него. Человек начинает жить в мире зла. Всякий человек, потерявший благодать Святаго Духа, начинает жить в мире зла. Но он рожден для добра. Можно сказать, что вот эти возможности, которые заложены Богом в человека, радости, порой не используются в течение жизни. Ученые-нейрофизиологи так и говорят, внутренние возможности центральной нервной системы, головного мозга человека, используются от 1 до 5%. А 99-95% – это возможности нереализованные, потенциальные, резервные. Но ведь правильно их включить. Ведь главная цель православного человека – стяжание Духа Святаго, выполнение слов Спасителя, который сказал нам, «Ищите прежде Царствие Небесное и правды Его». Человек, который живет по заповедям Божьим, живет, как у Христа, за пазухой. Живет в Царстве Божьем уже в этом мире. Уже в этом мире его путь озаряется светом Царствия Небесного. И зло не может к нему приблизиться. А человек, сошедший из дороги заповедей, живет в пространстве хаоса, хаос по-гречески «ад». И эта адская бездна проникает в его душу и души его близких. Вот почему лично я считаю, что человек рожден для радости, счастья и стяжания благодати Духа Святаго. Ответы на ваши вопросы я продолжу в наших следующих передачах. Божие благословение да пребудет со всеми вами. Один пожар И тот в твоей крови Как дар, Как свет И больше Ничего Здесь нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok